здравствуйте друзья вопрос нам задали со светланой и вопрос такой вот человек живет и совершает ошибки какие естественным образом и проходит время какое-то он говорит он вот если бы я поступил не в этот институт а вот в тот вот если бы я в этом месте вот не так сделал а вот так бы сделал и вот вроде время прошло и он уже знает как надо было бы 10 лет назад но уже прошло 10 лет и он уже не может и он уже вот давайте а его терзают переживания вот специфика ситуации состоит в том что человек казалось бы естественным образом ошибки совершает и нет чтобы забыть и дальше двигаться а он терзается и вот спрашивает а как вот как избавиться от этих переживаний потому что они ему мешают как бы вот сегодня же то что сделано это сделано этот любой опыт жизни человека это опыт позитивный он или негативный это опыт он нам зачем-то был нужен не случайно вы пошли этим путем у вас были какие-то соображения а может быть вы следовали не своим целям а целям своих родителей или целям общества или каким-то другим еще целям опыт опыт ценен даже не особенно неудачный кстати опыт сам по себе ценен да очень важно что вы в какой-то момент вдруг осознали например что цели закончите этот институт были не вашими а может быть навязанными вашими родителями очень важно это осознать почему потому что сейчас вы говорите ну хорошо это были не те цели а чего я хочу в этой жизни чего я хочу добиться и вы независимо ни от возраста ни от чего вы можете поставить нужно идти с любой момент времени и прожить ту жизнь которую вы хотите прожить вот в этом состоит большой вопрос удалось во время жизни приобретает неоценимый опыт он становится мудрее он становится умнее он видит дальше и шире и ваша эта база позволяет сегодня вам взглянуть на тот опыт а что позитивного было что я туда вынес и я переживаю я закончил не тот институт я сейчас не в той профессии ну давай переверни сделай из этого плюс какой-то сделай сделай пожалуйста значит ты уже знаешь чего ты не хочешь определись тем что ты хочешь и переверни занимайся тем человек так уже 10 лет прошло но послушай значит 10 лет он стал мудрее значит например ты закончил институт связи там в 22 года да но всегда хотел быть математиком значит пошел не просто заново с нуля ты пошел на инженерный поток там стал математиком то есть какие-то варианты же всегда есть есть такая мысль фраза значит принадлежащие но случай я слышал это вот эрла найтингела я неоднократно цитировал я еще раз процитирую он говорит о том что вот на что уходит внимание людей внимание людей и в частности вот выясняется что вещи которые там 30 с лишним процентов на нашего внимания это вещи которые в прошлом а мы переживаем это может быть не обязательно выбор института это может быть допустим что-то ты сказал там я не знаю папе своему когда его уже нет живых а ты переживаешь или ты вот допустим вы ребенку не уделял достаточно внимания он вырос у него теперь проблемы а ты и ты переживаешь есть масса вещей которые в прошлом есть вещи тоже там процентов 30 там с лишним это вещи которые мы переживаем но мы не не в состоянии ничего изменить потом обама что-то сделал или там упали цены на нефть или наоборот выросли или там я не знаю какой-то профессия в которой ты работаешь ее теперь значит аутсорсинг в индию что делать ты не влияешь на это и дальше там вот он перечисляет у нее список там такой то есть это какое-то исследование видимо было и заканчивается тем что вот только восемь процентов того что нас беспокоит только восемь процентов того что нас беспокоит это реально то что можем пойти сделать и и реально улучшить свою жизнь поэтому существенным данном случае является принятие решения такого чтобы заниматься тем что реально может улучшить твою жизнь ты говоришь себе я не хочу тратить свое время энергию свои силы на то что не создает ничего в моей жизни хорошего если не создает я этим не занимаюсь потому что есть вещи которые совершенно необходимо сделать прямо сейчас чтобы получить результат сегодня завтра и так далее и вот я это буду делать иначе я просто преступник который транжирит свою жизнь и в тот момент когда ты это понял когда ты это осознал когда может быть тебя научили там извне и так далее когда ты это понял это уже настоящее преступление просто делать что-то другое это когда ты это осознал то уже по пути но его же беспокоит и он и он говорит как с этим бороться значит бороться с этим через понимание того что ничего кроме вреда вот эти переживания тебе в жизни не дадут как бороться сфокусироваться на том что ты можешь делать когда у человека есть чем заняться понимаешь он не будет заниматься переживанием он не будет ругать обаму или там путина вот он не будет этим заниматься он будет созиданием заниматься он не будет писать паскудные мессенджи там комментарии на чужом блоге там или видеоблоге и так далее у него нет времени на это это все удел людей которые не не заняты созиданием в первую очередь созиданием собственной жизни не надо чужую жизнь созидать свою сделай через свою жизнь сделай мир лучше но возвращаясь к теме понимаешь само осознание вот он говорит я переживаю да что я сделал что-то не то значит сам факт того что он вдруг оглянулся и что-то понял это уже дорогого стоит потому что является переломной точкой это начало пути на это начало пути ты можешь перескочить на другую линию жизни и что-то сделать и повернуть вообще все противоположную сторону то есть осознание вдруг человек проснулся и копа а куда я шел а я шел не туда но теперь ты знаешь это шел не туда начнете меня давай мы про опыт поговорим значит опыт если мы даже не будем как бы эзотерически смотреть на опыт как на нечто данное тебе свыше как необходимое познание чего-то там и т.д. давай посмотрим так прикладном таком ключе вот без эзотерики не надо эзотерики вот человек живет он приобрел опыт опыт неудачи гораздо более ценен чем опыт чего-то успешного человек который пошел и что-то успешно сделал у него может быть он как сказать с точки зрения понимания проникновения глубокого осознания тогда может быть меньше получил чем тот который где-то у него не вышло а он потом осознал осмыслил переосмыслил пошел и сделал и у него получилось то есть вот через неудачу человек учит для себя понимает для себя гораздо больше чем через успех конечно забитого двух небитых дают конечно и вот вот эта битость она дорогого стоит это первое второе человек закончил не тот институт который он сегодня думает что он хотел бы закончить что это было бы лучше неизвестно вот вы можете себе сказать сегодня надо было закончить там не связи а нефтяной и неизвестно ничего неизвестно чтобы с вами стало вот может быть вы закончили бы нефтяной думаешь надо было там слушать маму идти в связь это как бы вилами на воде писано то есть как бы то что ты сегодня знаешь как надо было тогда поступить ты бы тогда пошел по совершенно другой кривой и вся твоя жизнь не возможно совершенно не известного чтобы превратилась и вот это сослагательное наклонение она абсолютно бессмысленно если бы я вот тогда то я бы сейчас сейчас бы ты совершенно неизвестно что где как и чего ну то есть вообще неизвестно То есть все эти переживания, они лишены рационального зерна Нет рационального в нем Это все фантазии Из мира фантазии надо вернуться в мир мечты Есть мечта, работай над мечтой А фантазии, это абсолютно никакого знания сегодня у вас нет По сравнению с тем, как если вы не знали 10 лет назад Абсолютно нет никакого знания Это иллюзия, что есть знание Потому что была бы другая жизнь с другими совершенно там Какими-то сигналами на входе И тогда все было бы другое Вот, поэтому радуйся тому, что есть Радуйся тому, что ты учился в этом институте И если ты в этом институте мозги свои напрягал Напрягал мозги, развивал себя Так и не надо ничего больше Значит ты себя развил в каком-то направлении С помощью, может быть, там, других людей, которые тебе помогали Преподаватели, например Вот, и все, и ты развил свои мозги А дальше примени свои развитые мозги К чему-то еще Ведь совершенно необязательно формально заканчивать Там два института или там три института Если тебе для дела надо, значит ты продолжаешь учиться И продолжаешь учиться И снова продолжаешь учиться Вот в технологиях мы работаем Это же постоянно ты что-то новое узнаешь Ты же не ходишь для этого в институт Ну, есть образование, есть, молодец Сколько в технологиях работает людей Вот в компьютерных технологиях Которые пришли туда совершенно из других областей Сейчас, кстати, вот на днях была статья интересная Я боюсь соврать Это был экономист или это был Блумберг Очень интересная статья была о том Что IT перестает быть сферой доминирования людей с инженерным образованием И IT сегодня потребляет колоссальное количество людей Которые из самых разных профессий Они, которые бизнесом занимаются И там бизнес-анализом И там, я не знаю, бизнес-интеллидженс И еще что-то, и еще что-то И они абсолютно не технические И они на самом деле еще больше зарабатывают, чем люди технические Потому что решить, что делать И, понимаете, не менее важно А на самом деле более важно Чем, допустим, как закодировать То, что они там решили делать Знаете, это же разные вещи совсем Поэтому Я против того, чтобы опыт Как-то обнулять И превращать его там в труху И говорить это все не то Еще и сожалеть там по этому поводу Как можно сожалеть? Это ваша жизнь, конечно Это путь, значит, он был необходимым для вас Если бы он не был необходимым Вы бы там не оказались Значит, это ваш путь такой И все, я вот там В трех формальных образованиях Как бы принимал участие Да, там есть тут связь Там матфакт университета в Твери Там в аспирантуре Вот учился по педагогике Психологии педагогики И я не могу сказать Что какое-то из этих образований Например, для меня было лишним Или что я потратил время зря Я же никогда не стал математиком Хотя у меня есть вот формальное Математическое образование Но я на самом деле там получил Еще параллельно педагогическое Формальное Вот у меня есть высшее Педагогическое образование Я там его получил параллельно А у меня еще выбор был Значит, мне говорят Вот ты хочешь диплом Чисто математический Или ты хочешь диплом Где написано Математик . преподаватель я конечно преподаватель пусть будет почему они говорят ну тогда сдай вот там по педагогике надо было экзамен сдать и по методике преподавания математики и там еще практику в школе пройти я все это сделал и получил формальное образование а потом в аспирантуре учился уже под педагогическим наукам там и никто не знал что я там вынырну и никто но 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 я же почему-то сказал что я хочу это делать я взял на себя лишнего я взял на себя вот это вот там педагогику и методику преподавания мне в тот момент казалось что это абсолютно какие-то науки страны никому не нужны но думаю ладно пусть будет так раз уже все равно учусь поэтому и и абсолютно не ничего не было лишним сделали это сделала ли это меня лучшим допустим там преподавателем нет абсолютно нет я не стал лучше вести там уроки от того что я прошел курс там по методике преподавания математики в средней школе света эрудицию расширил то что я пять лет был старшим научным сотрудником в педагогическом институте понимаешь который занимался исследования педагогическим вот там я расширил и эрудицию а с точки зрения преподавания на чего-то всегда такой был то есть люди которым данное или которым как бы изначально не дано вот и все просто мне было дано я знаю тут женщина одну ты должна которая говорит что как бы функция еврея это коммуникаций вот еврей как бы должен быть хорошим коммуникатором хотя мы знаем что есть косые что есть косы косноязычные да я могу в пример привести моисея который был исключительно косноязычен и он когда бог сказал что вот ты пойдешь там народ из египты выводить и она могает так я же не могу он как я живут в двух слов связать не могу вашей цветовый год но я с тобой где там и брат аарон там справитесь в общем конечно есть косноязычные но как бы она это действительно много потому что каждый мерит по себе если ему это легко ну да да я просто чего берешь опыт радостно опыт берется радостно потому что мы сегодня живем в мире в котором все происходит на стыке давайте вот ты не можешь сегодня там я не знаю вот родился в там начал начал работать портным я извиняюсь за тавтологию с фамилией вот и всю жизнь ты портной там иголкой там и на перском шьешь меняется все понимает там люди которые занимаются там партнерным делом за последние 40 лет сегодня швейные машинки почище компьютеры там столько за все изменилось в эти все на стыке сегодня про сейчас врачи на стыке какие технологии сейчас медицине пошли просто невероятно поэтому радуйтесь любому опыту этот опыт дает вам возможность увидеть вещи с разных сторон он обогащает вас он опыт не может человека там оскудить понимаете он обогащает его они наоборот не сожалеет не о чем абсолютно не о чем радоваться надо радоваться конечно и и переживать о том что ты не сделал раньше она вообще бессмысленно ты лучше переживай за то что ты можешь чего-то не сделать сегодня или завтра вот за что переживать надо как бы как бы тебе сегодня завтра послезавтра не проколоться вот действительно где фокус то должен быть о чем прошлое до его нет и нет жонеского почтове фраза когда что ты смотреть вперед когда весь опыт сзади значит хочешь быть успешным хочешь чего-то добиться значит ты смотришь вперед ты берешь все что было сзади вот и идешь и и только радуешься другое дело что если который получился в институте это никак на него не повлияло вот он не стал связистом не стал нефтяником никем не стал вот ходил троечник и думает вот если бы я троечникам закончил другой институт то вот эта индустрия например там троечнику лучше чем другой не золоте которые вообще по своей манере просто смотрят только назад вот если бы дака бы во рту выросли грибы уже не рот тогда целый огород но это особо такие люди тем не менее есть они все недовольны они только смотрят назад или их вот мне бы их вот так вот на самом деле позиция должна бы такая я живу сегодня здесь и сейчас и то что я сегодня сделала завтра будет вот этим самым если бы поэтому нужно делать сегодня то что можно сделать я думаю что вы приободрили молодого человека который вопрос задавал значит что у него совершенно нет оснований там для каких-то переживаний есть миллион оснований радоваться тому что у него есть какой-то опыт жизненный и что он может его дальше нести применять приобретать новый опыт и как бы сфокусироваться на созидании каждодневно каждое утро проснулся каждое утро вот раз глазки открыл у тебя есть выбор либо ты сегодня что-то сделаешь такое что приближает тебя к твоим целям твоей мечте либо так потянешься и скажешь не сегодня вот и все и вот и вот и вот да вот если бы я 10 лет назад значит и вот получается так либо ты сегодня успешно и сегодня не через 10 лет сегодня ты сегодня успешный потому что ты сегодня что-то сделал для своей мечты для того что у тебя впереди или ты сегодня ничего не сделал и сегодня ты лузер вот и все это ты решаешь с утра тот момент когда который глаза открыл вот в этот момент решает а еще лучше с вечера сел и спланировал день на завтра чтобы когда глаза открыл уже план был бы хороший такой понятный чтобы ты сказал что у меня сегодня распланировать так вот мы посещаем ниагарский водопад поэтому вот так так вот в прикладном таком плане утилитарном них них не вдавались там глубокие какие-то философии счастливо